Одной из главных проблем экологии является загрязнение водоемов. По статистике, ежегодно в Мировой океан попадает около 13 миллионов тонн пластиковых отходов. На данный момент в Мировом океане плавают около 5 триллионов пластиковых частиц, а общая пластика в океанах достигает 270 тысяч тонн. Опасность пластмассовых изделий в том, что под воздействием солнечного света они разлагаются на мелкие микрогранулы диаметром около 5 миллиметров, которые накапливают стойки и токсичные вещества. Водные обитатели, а также птицы путают их с питательными микроорганизмами и проглатывают их. В результате случается массовая гибель животных или заражение токсичными веществами. В опасности также находится человек, ведь съев рыбу, наполненную токсинами, он может также заразиться и умереть. Совсем недавно ученые из Университета Северной Каролины разработали бактерии для уничтожения мусора в соленой воде. Ну это достаточно сложный для микроорганизмов полимер, но на самом деле в природе существуют микроорганизмы, которые его способны разлагать. Их постоянно обнаруживают в местах, где пластик производят или где пластик скапливается. Единственная проблема в том, что микроорганизмы, известные в сегодняшний день, делают это недостаточно быстро. Исследователи взяли участок ДНК бактерий Идеонелла, Сайкенсис, у которой есть удивительное свойство. Расщеплять PET-пластик. Проблема заключалась в том, что бактерия размножается довольно медленно, из-за чего она не способна быстро расщеплять пластмассовые изделия. Для того, чтобы ускорить процесс, исследователи увели часть ДНК с уникальной способностью в другой микроорганизм под названием вибрионатригенс, который способен быстро размножаться. При помещении бактерий в соленую воду они сохраняли способность быстро размножаться и одновременно расщепляли PET-пластик на мелкие и безвредные частицы. Суть этого открытия состояла в том, что в морской микроорганизм перенесли генетический аппарат, часть которой кодирует ферментную систему, разлагающую пластик. Это не искусственно созданная система. Дело в том, что те бактерии, которые пластик разлагать умели, были найдены раньше и делали это в почве. А суть открытия состояла в том, что теперь этому научили и морских бактерий, принеся туда частицу генов из почвенных микроорганизмов. Исследователи из университета штата Северная Каролина утверждают, что это первый в мире известный микроорганизм, который способен уничтожать пластик в таком большом количестве. Но на этом ученые не останавливаются. В будущем они планируют повысить эффективность бактерий. Для доработки понадобится еще больше времени. Благодаря новому изобретению можно очистить весь мировой океан и спасти миллионы морских обитателей. Николай Суховский, Александр Кузнецов, Универньюс.